Отдельное внимание хочу обратить вот на этот предмет, который находится у нас в грибном помещении. Прошу не меня крупным планом, а вот этот крупным планом. Вот видим, что здесь. Это, как видите, тюк. Целый соломенный тюк, упакованный, значит не упакованный, а инокулированный мицели. Вот здесь второй тюк. На предыдущих видео, если вы смотрели, то видели, что вот этот я инокулировал жидким мицелиям, на жидкой питательной среде, этот инокулировал обыкновенный мицелий. Отдельно остановимся, вообще я хочу сказать о тюках. Идея полностью, и не то, что она какая-то фантастическая или классная, идея вообще глупая, скорее всего. Я бы так сказал. Если, ну вот скажем, во-первых, во-первых, у меня есть уверенность в этом мицелии. Во-вторых, посмотрите сюда. Здесь видно, что немножечко идет, ну не немножечко, а вот это зона инфицирования все-таки вот этого блока, здесь зона инфицирования. Но у моего мицелия есть такое интересное свойство, что очень часто во взаимодействии, например, вот этот триходермо, вот бриллиантово-зеленое, он ее поглощает, если ее немного. И здесь, скорее всего, происходит этот процесс борьбы добра и зла. То в дальнейшем, вот видите, здесь тоже было зеленое, но она понемножку становится уже белой. То есть мицелия начинает вот эти места зарастать. Такое возможно. То есть для человека, который хорошо обладает материалом, профессионально, он же знает, что к чему, он может с таким экспериментировать. Это раз. Два. Тюки получаются настолько тяжелые, что их просто изъять из емкости почти невозможно достать их оттуда. Если они еще в свободном лежании там находятся, то еще как-то достаются. Но если их там немножко уплотнить насухо, а потом сварить, достать их оттуда просто нереально невозможно. По весу этот тюк имеет, я не знаю, я не взвешивал, но мне кажется, что он килограмм сорок или может сорок пять. Можете себе представить. Даже для работы с таким вот огромным объемом нужно как минимум четыре руки и как минимум два человека. Потом, значит, этот варился без упаковки. То есть это просто солома варилась, солому я упаковал в стрейч. То есть стрейч, как мы понимаем, никакой стерилизации мы его не обрабатываем. Просто достали этот тюк, залил я сюда мицелий на жидкой среде, упаковал его в вот эту стрейчевую пленку. Никакой стерильности здесь там какой-то речи не идет. Но какое-то вот такое было сделано. Скорее всего, я даже не знаю, что из этого всего получится. Но самое главное, что мне подсказал один человек, что самое главное, внутри, скорее всего, там была такая температура этого блока. Они три дня остывали. И я так думаю, что внутри, он сверху вроде был прохладный, но внутри, мне кажется, такая температура была, что я этим мицелий даже если попал туда живым, то он там все равно внутри, он, скорее всего, там погиб. То есть здесь абсолютно тупиковый вариант, это просто нужно будет выбросить. С этим же он варился упакованный в стрейчевую пленку. Это возможно. То есть сварился он хорошо, но в свою очередь из стрейчевой пленки плохо вытекала вода, поэтому он еще был с водой. Он был тяжелезный, но был он еще и очень горячий. Ну, так как он был в пленке, была возможность поставить его сбоку на остывание. Он три часа стоял, остывал, и после этого, значит, что делалось, как я его инокулировал. То есть я достал его на стол, вырезал здесь, значит, вырезал вот здесь окошки, засыпал туда мицелий, засовывал это все, запихивал по разным сторонам, заклеивал. Потом как-то лепил вот стрейчевой пленкой, потом то же самое делал со всех сторон, разрезал, запихивал, разрезал, запихивал, но в общем и целом, что я вам скажу, скажу, что я такие вещи практиковать не буду. Я просто это делал ради эксперимента, я год размышлял над вот этим процессом, потом захотелось мне просто от него избавиться. И я вот так вот, не задумываясь над всем прочим, бросил вот два этих фюка, сварил, сделал и как бы освободился от этой мысли. Не понравилась мне абсолютно вот эта вещь. Если вдруг идет брак, то выбрасывается целая, значит, такая вот кусок соломы, где-то на упаковку, на этот блок у меня пошла где-то упаковка целая мицелия, там 4,5 килограмма. Вот, теперь, понятно, что каким-то образом я там пробовал там внутрь запихивать, ну, в общем, не буду объяснять, я вам просто скажу так, что я в тюках блоки, например, делать не буду. Это не, ну, мне не понравилось. Но, в общем и целом, инокуляция происходит, то есть инокуляция, колонизация происходит очень неплохо. Вот видите, здесь была зона тотального инфицирования. В наглую взяли вот эту зону, мы немножко обработали, продезинфицировали, как видим, мицелий ее сожрал. То есть добро в этом случае победило над злом, благодаря тому, что это качественные мицелии лаборатории Fannie Mashaun School. И здесь произойдет то же самое, и рано или поздно мы, скорее всего, увидим примордией вот на этом тюке. И здесь возникает один интересный вопрос, связанный с биологической энергией блока. Обратите. Значит, вопрос, связанный с биологической энергией блока. Обратите ваше внимание. Кого-то, возможно, не знаю, кого-то это впечатлит, кто-то никогда не видел грибов. У меня лично, вот, скажем, вот такой результат, ну, скажем, не сильно он меня впечатляет, вы дали мои виды получше. Но, обратите внимание, вот на таком маленьком блоке, 3,5 килограмма, видите, сросток, сросток и вот этот маленький. Больше никакого там нету, если бы оно даже там, нету никаких сросток, потому что они бы все равно обортнулись. У этого блочка очень маленькая биологическая энергия. Это к ответу тем, кто пытается, там, задает вопросы, а если полиэтилитровые баночки выращивают там вешенку, можно выращивать в чем-то все угодно. Можно в пробирке ее выращивать, только она будет вот такая, малюсенькая пробирочная. Здесь она будет немножко побольше, но, соответственно, биологической энергии вот этого блока. Естественно, если взять вот такой блок, посмотри, хорошо видно, вот внизу, здесь, 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 и все приблизительно равномерных размеров. То есть биологическая энергия вот этого блока намного больше, поэтому и грибы намного больше. Но в среднем, если посмотреть по общей картине, вот здесь, видим та же самая картина. Три сростка приблизительно, которая соответствует вот этому. И вот здесь тоже красивые грибы, но все приблизительно одинаковые. Здесь три сростка одинаковые. То есть смысла делать здесь, дырок больше нету, потому что биологическая энергия все равно не позволит вырастить грибов больше, чем может выдать этот блок. Это как к ответу на то, такое интересное размышление мне один человек прислал. Я хочу попробовать выращивать в пакете с микроперфорацией по всей площади. Представляете, сколько будет грибов? Во-первых, это вырастут и архитические грибы, конусообразные, без шапочек. Количество их будет по весу, я не знаю, ну, скорее всего, или меньше, или то же самое, что и в обыкновенных трех дырках. Вот, и ничего хорошего из этого не получится, кроме архитических декондиционных грибов. Вот эти микроперфорации. И вернемся опять же к вот этому монстру. Вот, биологическая энергия, вы понимаете, что здесь и здесь, таких блоков вот таких, здесь находится несколько десятков. То есть, если тут все будет нормально и все-таки пойдут вот эти приморди, то можно себе представить, какого они будут здесь размера. Пока будем это представлять и ждем результатов, что будет происходить вот на этом месте. Но мне кажется, все произойдет хорошо. Первое, мне немножко был разочарован, вот это зеленое инфицирование, оно меня расстроило. Мне казалось, что, ну, обычно заканчивается тем, что он зеленеет весь. Но здесь идет обратный процесс. Вот я уже наблюдаю, так вот, по времени вижу, что здесь обратно. Микцелий скорее поглощает вот эту зеленку, вот триходерму, чем. Ну, и здесь абсолютно чистенький. Ну, осталось дождаться только, сделаны здесь перфорации. Вот, осталось только дождаться первых каких-то примордиев и снять видео и показать вам, что из этого всего получилось.